здравствуйте друзья это компания лям кузнецов дмитрий вот вашему вниманию очень интересный очень поучительный диалог и здесь паут раз вездесущее в свое время учреждение которое всю страну пыталась с помощью великолепного голливудского актера брюса уиллиса загнать в долги вот такие потуги до до сих пор еще что-то пытаются делать что-то взыскивают и смешно это конечно выглядит особенно в исполнении вот этих уверенных в этой чепухе сотрудников где не сейчас неизвестно конечно в каком другом учреждении работать я очень рекомендую посмотреть этот ролик и в конце я опросничек выложу в конце ролика будет опросничек поехали слушаем повод раз пытается взыскать с грамотного человека послушают кого да 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 вас слушают слушайте ради бога а как вас зовут по обнять мне пожалуйста вертален максим юриевич а вот так вот какой тембор более подходит и погромче пожалуйста как сейчас вы говорили пара валерий анатольевич отлично по поводу вашего кредита наличными номер договор у которого 248 819 27 57 это не оплату произвели номер договора я на память не помню какое учреждение кредитное вы забыли раз по утрас да нет я не производил туда никаких оплаты по причине по причине того что у меня нет на это средства так и что вы намерены делать дальнейшем с вашим кредитом 81 день уже не оплачен а за что надо вообще делать по вашему какие есть варианты если у человека нет денег что но есть какие-то другие варианты есть а банк предлагает другие там моменты какие-то изыскивать денежные средства что это за термин такой изыскивать денежные средства я не понимаю как эксплуатировать это известно я вчера ключи от дома потерял вот я их изыски вам нашел я просто знал где это делать и все то есть ну потерял там в игрушках детские изыскивал ну только вот термин это изыскивать я не эксплуатировал просто разыскал Валерий Анатольевич сейчас очень интересно прикапываться к терминологии не я бы вас просто попросил термины эксплуатировать общие принятые вот слова прикапываться в контексте русского нет я слова прикапываться не могу квалифицировать как термин я эксплуатируемый в формате официального звонка хотя бы придираться хотя бы придираться можно так говорить хорошо придираться да вы сейчас опять затихаете погромче говорите пожалуйста отлично у вас тем не менее не оплата остается активно хоть вы и право относительно констатация факта согласен ну да действительно причем здесь термины если что вы намерены делать в дальнейшем что вы намерены делать в дальнейшем с этим договором да ничего лежит а я кстати его даже не знаю где у меня по-моему нет сколько договора можете получить в банке если она вам нужна мне не нужна абсолютно а зачем она мне на вопрос ответьте на какой что делать договором я вам ответил ничего не буду делать я даже и выплачивать не не договором договор это как есть документ документ данном случае в данном контексте договор не является бумаг обязующих вас и вы видите вы как усложняете мы зачем усложняете все время говорите слова которые нужно потом переключить нормально смотрите все намного проще сейчас пока не готов я не готов я честен перед вами не готов у меня нет денег на это все просто тогда вопрос другой что вы делаете для того чтобы внести оплату ничего ровным счетом а зачем я должен что-то делать делайте вас устраивает ситуация конкурс больше более чем мы же в правовом государстве с вами живем если у банка все-таки назреет необходимость взыскать эти средства каким-то там а что такое а что такое нет добровольный порядок расшифруйте в очевидно раз ваши термины это процедура принудительного не надо эксплуатировать речевые обороты еще раз я понимаю что добровольный я полностью противоположное не добровольно не надо говорить мне просто расшифруйте и все что такое добровольный порядок по вашему а что такое недобровольное когда вы сами изыскиваете денежные средства и ищите их зарабатываете ну мы с вами обсудили вот это термин уже и вносите оплату не добровольный вы можете меня не предъявлять не ну я просто вас это самое вам помогаю чтобы уже официальный звонок совершайте а не себе какую-то химию вам необходимо помочь в 81 день я кредит оплатить не могу отлично давайте об этом лучше поговорим вы готовы мне помочь я конкретно вам вы знаете все реквизиты внесите туда деньги а там потом с вами лично вам у вас есть мой сотовый телефон вы позвоните со своего телефона ну вы сказали что надо помогать мне а кто мне будет помогать сказал надо не мне у вас а кому это нужно знакомые не да им не надо это в первую очередь это нужно вам а почему это нужно я так не считаю попробуйте меня переубедить я так не считаю так в этом случае просто начнется процедура принудительного взыска вот вот давайте да вот кульминация близка что это за процедура то такая не клизму ставить буду я не люблю клизму и не подводство так и дальше делаю судопроизводство почему испансиониста которым вы обязаны оплачивать а то есть вы исковое производство реализуете да или вы сейчас про судебный приказ пытаетесь не говорить исполнительное производство не но исполнительное про это что про что говорите давайте 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 сейчас вот главное не наступите в кучу дерьма самое главное сейчас вот еще раз говорю кульминация это достаточно это достаточно используемое слово в русском языке куча дерьма а я сейчас от души просто может практически уже породнились я еще раз повторяю вы официальный звонок делаете и не имеете права допускать ошибок в том числе юридических и так исковое производство или судебно приказное производство меня ждет по вашему мнению я не скажу дерьма рядом что банк я сказал что банк может использовать эту и на его усмотрение будут выбрана либо приказное производство либо исполнительное производство либо передача на на крыльян atom агент у санктфиксированным государственным то есть по вашему это и есть недобровольный порядок замечательно меня устраивают все три варианта не добровольного порядка, потому что для меня это самый приемлемый вариант, потому что, еще раз, в самом начале разговора не говорите со мной в параллель, не надо со мной в параллель говорить, дайте же окончить мысль, я вас слушал, я вам давал возможность высказаться. И постоянно комментировали все, что я говорю. Вот именно, потому что у нас конструктивный диалог должен быть, конструктивный диалог подразумевает возможность двух сторон выражать свое мнение, конструктивизм. Да, так вот, еще раз повторяю, те три варианта, которые вы сейчас упомянули, в равной степени меня устраивают. Потому что мы живем в правовом государстве, и именно такой вариант решения вопроса меня абсолютным образом, как я уже сказал, устраивает. А самостоятельно оплачивается, отказываетесь? Ну нет, мы же с вами это тоже обсудили, если вы готовы мне помочь, то есть сделать это за меня, вы мне просто потом со своего сотового позвоните. Почему я вам должен? Ну вы сейчас задали вопрос самостоятельно. Я другого варианта развития событий больше не вижу. Из всех моих знакомых больше никто этого делать не будет. Сейчас? А моих долг... А зачем? А я что? Я что, идиот? А зачем? Если, как вы говорите, недобровольный порядок меня в принципе устраивает. Зачем мне реализовать имущество, чтобы избегать того варианта в течение обстоятельств, который меня устраивает? Смотрите, в случае всех этих идиотов будет иметь место такое, как судебная пошлина. Она увеличивает свою задолженность. Следовательно, мало того, чтобы будет оплачивать полную свою задолженность. Судебная пошлина увеличивается? Во-первых, что это за судебный... Что за юридический термин в очередной от судебных? Это называется исполнительный сбор, молодой человек. Берется он один раз и будет рассмотрение судебного пристава. Почему же вы меня перебиваете? Да потому что вы их сильнее несете, я вас спасаю. Нет. Нет такого термина судебная пошлина. Есть судебные расходы, которые понесла одна из сторон в формате реализации исполнительного производства либо судебных разбирательств. И она имеет право претендовать на возмещение этих расходов. Никакой судебной пошлины не существует. Понимаете, да? Нет такого... Более того, растущая ежедневно. Я не скажу про растущую ежедневную. Вы сказали, что она... Ну хорошо, не ежедневную, но просто растущая. Это до такой степени... Вы там посмотрите, вы прям даже не ногой, а рукой в дерьмо влезли. А точнее, языком. Валерий Анатольевич, давайте будем разговаривать с другим стороны. Не, ну я уже еще раз говорю, я вынужден с вами максимально корректно вести диалог, но я все больше и больше закрепляюсь в уверенности, что вы дилетант. И максимум, что вы можете говорить по инструкции. Там скрипт это называется у вас, или методичка. Ну а что вы несете, я хинею, юноша? Вы вообще понимаете, что вы несете? Это называется мотивировать должника на оплату. Ну я уже ясно для вас выразил, что я непростой человек. Валерий Анатольевич, Валерий Анатольевич. Я все это понимаю. Я все прекрасно понял, и я прекрасно понимаю. Да, и вам остается только слиться сейчас, да? Ну пожалуйста. Я очень буду ждать того момента, когда вам передадут уже просто документ, который вы будете обязательно выплатить. Да, я очень буду ждать, когда будет официальное. Сначала окончательно зафиксирую отказ от оплаты. Да. И вам не кашлять, юноша. Вот так, друзья. Как вам этот ролик? По мне так один из лучших диалогов. Я сейчас не хвастаюсь. Ну действительно, не всегда получается вот так вот поговорить. Тут, конечно же, заслуга в этом собеседника. То есть, вот этого взыскателя плюс ему минус, я не знаю. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале этот ролик. Опросничек в правом верхнем углу, обратите внимание. Ну и, конечно же, очень важно понять ваше мнение. Поставьте свою отметочку, если вам не трудно. Ну а что касается юридической защиты и правильности всего изложенного в данном конкретном ролике. Ребят, ну это такая черновая наброска. Ну, по большому счету, именно этого боятся банкиры. Почему боятся? Именно такое стечение обстоятельств приводит к тому, что банк в результате не может ничего получить со своего клиента. И очень часто после проведения определенного комплекса мероприятий вообще отказывается от претензий. Конечно же, это происходит по молчаливому, как говорится, согласию, да? Если верно употреблять вот этот речевой оборот. Так или иначе, очень часто, в частности, и страстам в свое время было, когда они активно взыскивали. Сейчас их все меньше и меньше на горизонте. Ну так или иначе. То есть, они даже в суд иного раз не идут. Но для этого нужен комплекс мероприятий. А если и пойдут в суд, здесь можно работать совершенно спокойно, продолжая создавать условия, когда банку, кредитору вашему, не обязательно банку, может быть и микрофинансовая организация, любое другое кредитное учреждение. Так вот, когда вашему кредитору будет выгодно отказаться от претензий. На каком это этапе произойдет, это уже не так важно. И я не буду здесь долго распинаться по поводу того, как устроена работа специалистов компании Аляма. Перенаправлю тех, кто еще не был на нашем сайте, именно на наш сайт по ссылочке, которая расположена в описании этого ролика. Также в правом верхнем углу этой видеотрансляции сейчас выходит кликабельная подсказка. Вот она. Посмотрите видео на сайте, и вам все станет понятно. Именно в этом видео подробно изложено, сколько стоит, сколько времени займет, что в результате вы получите, какая история вас впереди на протяжении определенного периода времени будет ожидать, насколько вы станете другим человеком в формате финансовой свободы. Ко всему этому мы перейдем вместе с вами. Посмотрите видео на сайте и оставляйте заявку у нас на сайте, ну, либо звоните, если хотите. Телефоны все есть на сайте. Хватит оставаться уже каким-то таким пассивным рабом обстоятельств. Это рабство, финансовое рабство. И не нужно здесь, как говорится, идти на поводу и слушать все эти слова, которые вам говорят взыскатели. Они вам не помогут, потому что они просто банально в этом не заинтересованы. У них другое направление. Ну и, конечно же, лайки, друзья мои, лайки. Пишите комментарии. И подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на группу здесь в описании этого любого другого ролика. Ну и естественно, естественно. Репост в соцсетях по возможности. Это не трудно, я понимаю. Поделитесь этим роликом с как можно большим количеством твоих друзей, подписчиков, если они у вас есть. Делитесь этой ссылкой. Я очень на это надеюсь, чтобы как можно больше количества людей понимало ситуацию, знало, что и как. Чем больше людей подпишется на наш канал, тем больше свободных людей, тем больше счастливых семей появится, вновь возродится в нашем обществе. Да, вот такие вот пафосные заявления. Но если задуматься, отбросить вот этот весь тот самый пафос, то так оно и есть. Ничего тут уж не поделаешь. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. Я всем вам желаю счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.